Кресту, дорогие люди, хочу вам пожелать мирного неба над головою, мира Божьего в сердце вашем. И хочу вам напомнить, что Иисус Христос пришел сюда, в этот мир, наполнен зла, греха. Он умер за грехи каждого из нас, за каждого одессита и за каждого украинца. Когда Божий Сын висел на кресте и проливал святую кровь, за каждого из нас Он свою кровь святую отдал, чтобы ты, дорогая душа, мог иметь прощение и спасение. Слово Божие говорит о том, что ибо так возлюбил Бог мир, мир это нас, людей, что отдал Сына Своего Одинородного, дабы всякий, всякий человек, верующий в Иисуса Христа, имел жизнь вечную, имел прощение. Тебя не спасет деньги на похоронах, не спасет отпевание, хоть 40 дней, хоть целые 100 лет отпевание спасет. Только может спасти это Иисус Христос, который умер на кресте за наши грехи. За твои мои грехи, говорит Слово Божие, Христос был распят, и Он висел на кресте и проливал святую кровь. Но третий день Христос воскрес. Мы многие говорим на Пасху, по религиозным традициям, кто-то это говорит, воистину воскрес. Но мы подтверждаем, что Он правда есть живой, и Он есть живой. И Он сегодня своей любовью призывает всех людей, независимо от возраста, Он призывает тебя покаяться, Он призывает тебя уверовать в Иисуса Христа. Если сегодня, не дай Бог, так случилось, последний удар твоего сердца, Ты закрыл глаза и предстал перед всемогущим святым Богом, Куда Бог тебя пошлет? Где ты вечность, дорогая душа, будешь проводить? В аду или раю? В царстве Божьем или в царстве дьявола и тьмы? И падших ангелов, где они сегодня уже получают наказание? Где ты лично, твоя душа проведет вечность? Мы сегодня не знаем, кто, когда, в какое время предстанет перед Богом. Вы знаете, 2019 год начался коронавирус. Многие люди умирали от этой болезни. Сейчас пришла война в нашу страну, и никто не знает, когда предстанет перед Богом. Но вот главный вопрос. Как ты предстанешь перед Богом? Как перед судьей или как перед своим спасителем? Однажды Иисус провозгласил и сказал такие слова. Широкие ворота и пространен путь, ведущий в погибель, ведущий в ад, и многие идут ими. Очень много людей отправляются в ад. Знаете, некоторые люди думают, что в аду будут там дискотека, карты и так далее, как в анекдотах. Но ад – это реальность, где душа грешника будет вечно мучаться в озере огненном, если он не раскается. И так же написал, Христос сказал, но узкая и тернистая тропа, ведущая в Царство Божие, и немногие находят ее. Иисус призывает людей сегодня по-настоящему покаяться. Он призывает тебя, дорогая душа, остановись на путях твоих и распрости о путях древних. А путь древний – это идти с Богом, со святым Творцом, иметь общение. Примиритесь с Богом.